Все лучшее, как известно, детям. Они получают игрушки в качестве подарков на праздники. Или за хорошую учебу, за прекрасное поведение, ну или просто так, чтобы порадовать любимое чадо. Но мало кто из родителей задумывается, что любая покупка может окончиться больницей. Белые стены, напуганные родители и волнительное ожидание. Ребенок не дышит, лицо бледное или наоборот, багровое. Боли в животе, тошнота, рвота. В экстренном приемном отделении круглосуточно дежурят врачи, готовые принять детей с тревожными симптомами. Нередко родители привозят ребенка, когда замечают, что какой-то детали в игре не хватает. Многие родители более находчивые. Они могут аналог игрушки принести, второе колесико или магнитико. Это нам здорово помогает, чтобы мы хотя бы знали, что мы можем искать. В таких случаях, конечно же, мы в первую очередь стараемся успокоить родителей, обращаем внимание на ребенка. Нет ли признаков дыхательной явно недостаточно. Нередко пациентам с такими проблемами от года до трех лет. В этом возрасте для малышей род – главный орган познания мира. Облизав или пожевав предмет, они понимают, какой он формы, размеры, упругости. Наибольшую опасность представляют монеты, мелкие детали конструктора, машинок, роботов, а также батарейки, которые дети достают из игрушек. Именно их чаще всего находят врачи с помощью рентгена и УЗИ. И тогда требуется вмешательство эндоскописта. Батарейка может оказывать как химическое, так и электрическое воздействие на слизистую пищевода и желудка. Самая опасная локализация и самая частая – это верхняя треть пищевода. Возникает химический ожог. И как последствия этого химического ожога может формироваться рубцовая ткань, сужающая просвет пищевода. Ребенку впоследствии может понадобиться восстановление эндоскопическим способом. В арсенале у специалистов большой набор инструментов. У некоторых даже забавные названия. Но вот предназначение у них совсем не смешное. Любое вмешательство проходит под общим наркозом. Ударение на ровных тел из просвета пищевода – это щипцы типа красивые зубы, а из просвета – желудка, это корзинки и вот такие ловушки. Чтобы избежать опасных ситуаций, мама придерживается своих критериев при выборе развлечений для детей. Чтобы состав этой игрушки был не вреден, чтобы не было вредных примесей, наверное, чтобы натуральная резина. Мы так родители смотрели, чтобы они им помещались в ручки, чтобы им удобно было ее держать, играть, чтобы они не были колющимися. И естественно неокрашиваемые были детали. Но производители, чтобы были не китайские, из какого материала сделаны. Ну все. И главное, чтобы ребенку нравилось, что захочет. Но даже самый зоркий глаз родителей не всегда может уследить за маленьким исследователем мира. Ребенок Татьяны зубами лопнул шар из фольги. Женщина побоялась, что ребенок мог проглотить часть от украшения и обратилась в больницу в родном Гае. Оттуда Татьяну отправили в Орск, затем в Оренбург, где обследование показало – все чисто, угрозы ребенку нет. Если честно, даже не ожидала, что вот так вот все произойдет. Потому что мы как-то дома наблюдаем над этим, чтобы никакой мелочи не брала ни в рот, ничего. В основном, чтобы покрупнее, чтобы, как говорится, не провалилось. Мы как бы за этим наблюдаем. Ну вот так вот получилось. Не досмотрели чуть-чуть. Специалисты рекомендуют уделить внимание этикетке. Информация на ней должна быть на русском языке. Там же можно найти маркировку. Кроме того, должен быть сертификат соответствия, тоже таможенного союза. Этот сертификат может быть предоставлен покупателю по его требованию. Там должен быть номер его, орган, который выдал этот сертификат, а также срок его действия. В случае фиксирования нарушения Роспотребнадзор направляет изготовителю штрафы и предписания, чтобы некачественный товар был изъят. Недочеты в производстве исправлены. Если же поставщик импортный, ответственность сложится на продавца в нашей стране. При выборе игрушки для ребенка важно учитывать несколько факторов, которые обеспечат ее безопасность. Возраст ребенка. На упаковке игрушки всегда указан на рекомендованный возраст, для которого она подходит. Например, куклы, мишки, зайцы с длинными шнурками или бантами способны спровоцировать удушье ребенка младше двух лет. Плотная нить, будь это веревочка от костюма или бант свыше 15 сантиметров, опасна для малыша. Материал. Игрушка должна быть изготовлена из безопасных материалов, не содержащих вредных веществ. Размер. Игрушка не должна быть слишком маленькой, чтобы ребенок не мог ее проглотить или вдохнуть. Форма. Игрушка не должна иметь острых углов, выступающих частей или деталей, которые могут поранить ребенка. Качество изготовления. Игрушка должна быть хорошо собрана, без зазоров и трещин. Электрические элементы. Если игрушка имеет электрические элементы, она должна быть сертифицирована и иметь защиту от поражения тока. Отзывы и рекомендации. Перед покупкой ознакомьтесь с отзывами других родителей и рекомендациями экспертов. И даже если несчастье произошло, самое главное – сохранять спокойствие и обратиться в больницу как можно быстрее. И важно помнить, что ответственность за жизнь ребенка лежит в первую очередь на маме и папе. Именно их внимательность может обеспечить счастливое и безопасное детство. Виолетта Широкова, Семен Воробьев, Виктор Горшенев. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова